приветствую всех на своем канале и в этом видео я буду декорировать бутылочку с под шампанского вот такой вот формы что если у вас остались после застолья интересной формы бутылочки не спешите от них избавляться они могут стать великолепным элементом декора вашем интерьере такая бутылочка может послужить небольшой красивой вазочкой или подсвечником либо просто красивым элементом декора вашем квартире вашем доме быть что мне для этого понадобится я буду использовать горячий клей пистолет с такими стержнями у меня 78 примерно диаметром также краску синего и голубого цвета я ее закрашу ну и все это вы сейчас поэтапно увидите конечно в первую очередь нужно бутылочку освободить от этикеток делала я это мыльной горячей водой хорошенько вымывала вычищала но от этикетки еще тут клей остался от которого трудно избавиться но это не помеха он нам не помешает а наоборот будет бутылочки еще лучше прилипать и клей и краска ну что я сейчас начну пожалуй с того что горячим клеем пистолетом где-то с пол бутылочки я буду делать какой-то вот узоры да вот на пол бутылочки где-то так я сделаю тут какие-то узоры возможно это будет виде каких-то завитушек либо как корзиночка в процессе посмотрим что получится так я приступаю вы наблюдаете и можете повторить за мной вот что у нас получается но это еще не все для удобства вам нужно положить бутылку так да и по сторонам еще что-то чтоб она не каталась либо вот это горлышко зажать между коленями и тогда вам будет еще проще наносить узоры я сильно узорами не заморачивалась я делала вот такую вот сеточку идеально у вас не получится поэтому не расстраивайтесь как бы вы не старались все равно ровные узоры у вас не получится но это ничего страшного и вот я делала вот такие вот полукруги незамысловатые да они не ровненькие но я все-таки пытаюсь стараюсь чтобы они были похожи друг на друга одинакового размера сейчас еще один ряд я проведу и дам клею полностью высохнуть вуаля клеем я проведу вот такая вот прелесть уже получилось я сделала клеем где-то пол бутылочки примерно чтобы было выше этикетки помните где клей остался от этикетки я клеем прошла с такими узорами волнами чуть выше где была у нас этикетка чтобы не так было заметно в принципе ее вообще не будет заметно когда я покрою краской некоторые покрывают краской аэрозолевой что как бы облегчает сам весь процесс но так как у меня этого нет такой краски я буду использовать акриловую краску и как я буду это делать наносить на бутылку краску я буду с помощью губки краски у меня есть вот такие краски декола акриловые ложатся на любую поверхность краски акриловые другой марки вот вот так вот марка называется ла-ла-ла непонятно шо вот понадобится какая-нибудь тряпочка кисточка и я буду делать таким образом я разбавлю краску до нужно мне до нужного мне цвета добавлю чуть-чуть туда клея пва и лака вы можете просто нанести краску либо разбавить краску с клеем либо просто с лаком разбавить я сделаю и то и другое просто хочу чтобы хорошенько красочка закрепилась у нас на бутылочки и потом не нужно было ее покрывать лаком и поехали буду сейчас мешать краску для начала я смешаю голубую и синюю краску фирмы декола чуть-чуть намочу кисточку и вот сюда в этой корыце легкую краску затем беру синюю если вы хотите попробовать тоже разукрасить вот так вот бутылочку краской но у вас нету ни акриловой ничего такой подобной краски специальной но есть при этом гуашь пробуйте тогда гуашь разбавлять с клеем пва и нанести на поверхность бутылки пока у нас получается такой свет добавлю еще больше так как нам понадобится краски побольше с акриловой краской нужно работать быстрее так как она быстро сохнет гуашевая краска не так быстро сохнет так и сейчас я добавлю чуть-чуть клея пва как вы видите клей пва у меня ведрами то есть если клей то ведрами если лак то тоже ведрами так как мне это всегда понадобится бахнула очень много надо было чистую взять кисточку немного я стратила не подумала что надо было взять или помыть кисточку все поправим а ребята будет у нас значится много клея добавим больше краски вытираем мешаю сначала краску с клеем такой вот красивый цвет получается естественно можно сначала на налить клей лак размешать это все а потом добавлять в краску но я видите пошла от обратного но это ничего страшного я тут ничего такого не вижу что не могло бы нам продвигаться дальше все поправимо кисточки конечно надо сейчас помою сполосну одну кисточку чтобы можно было добавить как видите у меня лак тоже ведерки лак фасадный наполовину матовый то есть он наполовину глянцевый наполовину матовый идеальная середина и и чуть-чуть добавлю нашу смесь все раз и теперь все это я размешиваю хорошенько размешиваю все но там все подружиться и даст нам нужный эффект эти акриловые краски они вообще не вонят и клей не воняет и лак не вонят то есть в помещении свободно в комнате вы можете заниматься творчеством а вот разолевой краской которая с баллончика вам бы уже пришлось выходить в парадная либо на улицу чтобы свою бутылочку покрыть краской все берем губку она должна быть сухая берем бутылочку данная краска пока мне не понадобилась но она мне есть так я кисточку вытираю об губку чтобы краска не пропадала все кисточку в баночку с водичкой и вот такими движениями я наношу берем краски больше почему я не делаю это кисточки потому что от кисточки остаются характерные мазки и полоски от самих ворсинок губка же придает нам нужный эффект то есть никаких разводов то есть смотрите вот так вот красиво ложится на бутылочку на поверхность от губки губка это кусочек кухонной вот этой губки мочалки которую мы посуду моем естественно берем новую чистую отрываем нужный кусочек и работаем с ней в творчестве нас ведут все подручные средства все что можем задействовать наше творчество все что может нам помочь в нашем творческом процессе скажу сразу одного слоя будет мало но краска это высыхает быстро поэтому после того как мы нанесем первый слой мы через некоторое время пару минут можем наносить уже следующий слой я решила что я покрою сначала верхнюю часть бутылки и пока она будет подсыхать я буду покрывать нижнюю часть бутылки где у нас горячий клей пистолет верхушку я пока не трогаю так как мы держимся здесь рукой и мы рукой сотрем просто краску поэтому верхушку мы оставляем на самый последок теперь я пройдусь там где у нас горячий клей пистолет вот так вот смело не жадничая краски наношу стараюсь чтобы все щели позаходила краска не бойтесь испачкать руки вы потом их можете отмыть но если вам не нравится что ваши руки в краске они в любом случае будут вы можете одноразовые перчатки одеть на руки вот одним слоем я прошлась по бутылочке пробую липнет краска или нет если еще чуть-чуть липнет то оставляю еще на пару минут и после вторым слоем я пройдусь еще по бутылочке больше слоев тем свет будет более интенсивный поэтому вы смотрите уже здесь сами какой вы хотите для себя свет насыщенный больше или такой вот полупрозрачный чтобы я хочу более насыщенный и поэтому подожду пока краска еще чуть подсохнет и я нанесу следующий слой красочка полностью высохла и теперь я нанесу второй слой видим да как прозрачность уходит и свет становится более насыщенный смотрите вот все пустоты я заполнила теперь внизу она тут будет у меня высыхать верхушку я сейчас тоже обработаю краской бутылочка наша полностью высохла смотрите какая она красивая получилась видите я обожаю синий цвет очень люблю его такая синяя красивая бутылка получилась можем ее приукрасить то есть выделить вот эту нижнюю часть другой какой-то краской можно взять золотистую если имеется такая в наличии и пройтись легонько кисточкой по тому месту где у нас есть клей горячий можно взять белую краску тоже легенько пройтись и будет эффектно смотреться у меня есть перламутровая краска акриловая и я кисточкой легонько пройдусь по клею и посмотрю какой эффект получится а вот такой у меня новый маникюр немного в краске я потом разберусь ногтями а сейчас я хочу попробовать сейчас я взяла перламутровую красочку и вот что получилось в итоге такая красота такая красивая бутылочка прекрасный элемент декора прекрасный элемент декора в вашем интерьере очень красиво так а вот еще одна бутылочка которую я тоже решила задекорировать но это будет уже другое видео я вам покажу как я это сделала чудесная тоже форма бутылочка в виде тут такой руки вмятины от руки очень красивая естественно мне больше интересует форма бутылки чем ее содержимое поэтому такие красивые бутылки не спешите выкидывать из нее получится замечательный элемент декора ну а если вам понравилось это видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ну а я пошла что-то делать с ногтями все до новых встреч пока пока все